Урок 7. Проектирование проема под лестницу. В этом уроке мы продолжим работу над проектом здания кафе, начатую в предыдущих уроках. Ранее мы уже построили фундамент, а также стены и перекрытие первого этажа. Однако перекрытие межэтажных зданий должны иметь проемы под лестницу, соединяющие этажи здания. В этом уроке мы вырежем в потолке самой маленькой комнаты первого этажа прямоугольный проем под лестницу. Прежде всего убедитесь, что на панели Navigator – Navigator выделен первый этаж. Затем убедитесь, что на панели инструментов выбран инструмент Slab – Перекрытие. Проверьте настройки инструмента. Для этого на информационной панели щелкните на кнопки Settings – Dialog – Окно параметров. Появится окно настройки параметров перекрытия. Убедитесь, что настройки, использованные в предыдущем уроке для построения перекрытия, остались неизменными. Закройте окно, щелкнув на кнопке Cancel – Отмена. Проверьте, выбран ли на информационной панели метод построения прямоугольного перекрытия. Теперь все готово к работе. Щелкните кнопкой мыши в левом нижнем углу самой маленькой комнаты. Обратите внимание на то, что указатель мыши приобрел форму карандаша. Переместите указатель мыши в правый верхний угол комнаты. Щелкните кнопкой мыши. В результате внутри уже построенного перекрытия будет создано еще одно перекрытие, причем все его параметры будут идентичны настройкам перекрытия первого этажа. Выполните команду меню Design – Solid Element Operations – Проектирование операции с твердотельными объектами. Появится окно, содержащее настройки операций с твердотельными объектами. Сначала мы должны указать объект, из которого нужно вырезать проем. В нашем случае это сплошное перекрытие первого этажа. Нажмите клавишу Shift и удерживайте ее нажатой. Переместите указатель мыши к контуру перекрытия первого этажа, совпадающему с внешним контуром стен. Контур перекрытия подсветится. Щелкните кнопкой мыши на подсвеченном контуре. Отпустите клавишу Shift. Перекрытие первого этажа выделится рамкой. В окне операции с твердотельными объектами щелкните на кнопке Get Target Elements – Получить целевые объекты. Под кнопкой появится надпись One Target Elements Stored – Сохранен один целевой объект. Щелкните кнопкой мыши на свободном месте плана этажа для снятия выделения с первого контура. Теперь укажем второй объект, который нужно удалить из перекрытия, то есть только что созданное перекрытие маленькой комнаты. Снова нажмите клавишу Shift и удерживайте ее нажатой. Подведите указатель мыши к контуру перекрытия проему под лестницу. Контур перекрытия подсветится. Щелкните кнопкой мыши на выделенном контуре. Отпустите клавишу Shift. Перекрытие лестничного проема выделится. В окне операции с твердотельными объектами щелкните на кнопке Get Operator Elements – Получить операторы. Под кнопкой появляется надпись One Operator Elements Stored – Сохранен один оператор. Убедитесь, что в открывающемся списке Chosen Operation выбрать операцию «Выбранная операция» – Subtraction – Вычитание. Щелкните на кнопке Execute – Выполнить. Операция логического вычитания произведена. Закройте окно операции с твердотельными объектами щелчком на кнопке закрытия окна. Чтобы просмотреть результат, поместим объект-оператор на слой невидимых объектов. Убедитесь в том, что перекрытие лестничного проема все еще выделено. На информационной панели щелкните на кнопки, раскрывающие список слоев. В появившемся списке слоев проекта щелкните кнопкой мыши на слое Demo – Демонстрационное. Выделенный объект поместится в список невидимых слоев. Теперь можно просмотреть результат в окне трехмерного отображения. Нажмите клавишу F3. Программа переключится в режим просмотра и редактирования объемного изображения объекта. Как можно видеть, в перекрытии первого этажа появился проем. Просмотрев результат, сохраните проект. Итак, в этом уроке мы выполнили лестничный проем в перекрытии первого этажа. Однако на этом работа не завершена, поскольку нам нужно создать другие элементы конструкции, например, лестницу, окна и двери. Этим мы займемся в следующих уроках. Продолжение следует...